Итак, это видео пойдет о том, как с простыми деталями можно сделать обычный промышленный контроллер. В принципе, приближенный он будет напоминать действительно промышленный контроллер. Вот у нас есть такой промышленный контроллер C1-16 TTC. У него есть 8 цифровых входов и 8 транзисторных выходов. Программируется он через 232 интерфейс MatBus. У него есть своя среда для разработки. Она визуальная, программируется с помощью языка LD, это лестничная диаграмма. Также можно программировать с помощью языка S7. У него есть входа коммутационные, с помощью которых можно подключать шнур для программирования, также шнур для подключения панели оператора. Задняя стенка тут не открывается. Сильно так плотно закрыта, но могу сказать, что там блока расширения дополнительных подключить нет возможности. И суть такая, что такая модель, она дорожствующая, как бы можно сказать, для простых каких-то домашних задач. Она, такой контроллер будет затратным. Для того, чтобы нам сделать аналог такого контроллера, чтобы, допустим, было приблизительное количество, ну, не 8 входов, 8 выходов, но приблизительно где-то 4 входа, 4 выхода. Или 8 входов и 4 выхода. Для этого мы можем использовать вот такой вот микроконтроллер Arduin. У него есть аналоговые входа. Вот снизу. И цифровые. Также, ну, как бы, очень продвинутая, как бы, система подключения различных устройств. Для него есть очень большое количество модулей. Аналоговых, цифровых, то есть релейных. Много всего для него сделали. Также, чтобы нам, как бы, реализовать вот такую вот похожую модель, у такого промышленного контроллера, здесь входные сигналы идут NPM-овские, 24 вольта, питание 24 вольта идет. И транзисторы тут тоже идут до ампера. Нагрузку можно подключать. Это малогабаритное реле. Там разные распределители пневматические с катушками до 24 вольта и до ампера тока. Ну, вот, к самому такому микроконтроллеру мы не сможем, как бы, подключить напрямую 24 вольта. Это надо делать развязку, надо ставить оптопары, PC817, и, как бы, управление нагрузкой надо подключать транзисторы. Для этого есть такие вот возможности, модульная система, именно вот созданная под этот Ардуино. Есть такие вот модули входов, опторазвязка. То есть, у нас этот элемент, он играет развязывающую роль, то есть у нас выходные сигналы и выходной он у нас независимый. То есть, подвязывая, подавая на вход этой платы, тут идет 4 канала независимые, на вход можем подавать от 5 до 30 вольт. И, соответственно, на выходе мы можем скоммутировать уже необходимые для микроконтроллера 5 вольт. То есть, у нас вход и выход, они независимые. Мы, правда, можем здесь с помощью джампера сделать общий провод, общую землю. В принципе, нам необходимо будет для реализации проекта, который мы будем делать, 8 входов, входных сигналов, иначе нам надо 2 такие платы. Поэтому у нас 1 плата и 2 плата, такая же самая. Ну, видно, что в китайское производство клеммнички выстроены очень хаотично, так, неровно. Были большего размера, наверное, они соединились между собой, и было бы более удобно. Контакты для зажима очень маленькие. Надо это учесть. Сечение тут можно вставить наверняка. Наконечник я пробовал сечением 0,5 мм, 0,75 мм уже не влезет. И также для того, чтобы мы управляли с микроконтроллера нагрузкой, нам необходим специальный модуль реле. Здесь их 4 штуки. Нам всего для реализации проекта надо будет всего лишь 3 реле. 4 реле будет как запасное. По входам у нас будет использоваться в 7, даже 6. 6 входов, да. 6 входов. И вот так вот. Между всем этим будет у нас находиться Arduino Nano. То есть у нас вот есть входа, есть выхода, есть то, что будет управлять. Ну вот, в принципе, сам промышленный контроллер. И вот мы едем в сборе. Как бы уже что-то тоже похоже. Ну, у нас и что еще сюда необходимо. Нам сюда еще необходим источник питания. Вот в этой схеме, потому что Arduino питается от 5 вольт. То есть у него есть клеммы, которые можно запитать напрямую сюда, подавая 5 вольт. Вот здесь есть клеммы 5 вольт и G-Ground. То есть мы сюда плюс 5 вольт можем подать и землю. То есть у нас спектр работает чисто от 5 вольт. Но если мы захотим сюда подать большее напряжение, у нас здесь есть стабилизатор на 5 вольт. То есть мы можем сюда спокойно подать 12 вольт, чтобы было больше напряжения, более вероятность, стабильность. Подаем тогда плюс 12 на вот эту клемму Win и минус 12 на Г-Ground. И тогда у нас спокойно может работать от 12 вольт. В принципе, не знаю, может быть и больше напряжения можете подавать, но у меня как бы необходимости больше нет. Ну и все завязано как бы на 12 вольтах. Более удобное напряжение для работы. Здесь напряжение, насколько я знаю, в этом промышленном контроллере от 12 до 24 вольт тоже работает. Ну, то есть я брал блок питания от ноутбука, сюда подключал, в принципе, все работает. Так, у нас не хватает здесь блока питания. Ну, так, блок питания, сейчас его... Ну, вот у нас малокабаритный блок питания. На 12 вольт. Входное напряжение у него идет 140. Точно, не помню, же. 140, 240. Вот так вот. Приблизительно. В технических характеристиях можно будет ознакомиться более детально. Ну, этот модуль, он как бы непростой. Он идет сдвоенно. У него идет напряжение выходное и как 12. И также можем вот сюда подключить... Кренку для понижения напряжения от 5 вольт. То есть такой вот стабилизатор напряжения, как у Arduino Nano. Вот здесь. Его можно установить вот сюда. Не у нас будет на выходе 5 вольт. Ну, либо 3,3 там, смотри, какой стабилизатор поставить. Поэтому, если есть необходимость в 5 вольтах, то мы можем отсюда вывязать. Но установим на этот модуль дополнительный. Вход у нас идет вот с этих вот контактов 220, два отверстия таких вот. А уже выходное напряжение 12 вольт идет уже вот с этих крайних. Правда, я не помню точно, какой. Вот здесь, скорее всего, идет минус 12 вольт. А здесь идет плюс 12 вольт. А среднее уже это напряжение, которое вы установите. Стабилизаторы. В принципе, вот у нас все. Такая вот схемка вот уже, в принципе, готова. Уже что-то более-менее напоминает промышленный контроллер, но нет. У нас самого главного не хватает. Это корпус. Да, на рынке можно посмотреть и найти более такие подходящие, напоминающие корпуса для промышленных контроллеров. Но я воспользовался тем, что было более доступно. Его, как бы, всегда достаточно много. С таких корпусов делают различные устройства. И оно по цене достаточно дешевое. Оно стоит где-то в районе двух с половиной долларов. То есть, в Китае можно заказать, в принципе, любое, которое вы захотите. Там выбор достаточно большой. Вот эта линейка 100... Ширина вот этого блока 100... 138 миллиметров. Это самое длинное, есть более маленькие. То есть, внутрь можно поместить, в принципе, по минимуму то, что вам необходимо. Ну и теперь мы можем более-менее прикинуть, как у нас оно будет внутри расположено. Просто приложим наши модули, которые будут установлены внутри этого корпуса. Здесь нужно где-то реле стоять. В принципе, кроме реле, здесь можно поставить транзисторный модуль. Я думаю, тоже есть. Я встречал, что на 8 выходов можно подключить. Такой блок расширения. Вот сам блок питания, оно должно где-то запитываться с краем. Поэтому его тоже где-то вот так вот расположим. Более приближённое к краю. Так. Вот так вот. Вот так вот. Само Arduino Nano, я думаю, можно установить на вот такой терминальный блок. Тут как раз удобно разводить контакты. Напрямую подключили, подвели провода и уже подключили, соответственно, нужному модулю. Правда, здесь модуль реле, здесь идёт штекер. Ну, в принципе, его можно распаять, а потом уже подключать сюда к этому терминальному блоку. Ну, в принципе, так вот. Сама Arduino Nano устанавливается на этот терминал. Просто защелкивается. Надо двумя руками. Ну, приблизительно так. И всё. В принципе, вот так вот мы... Надеемся, будет выглядеть наш контроллер. Ну, и я думаю, чтобы... И как бы установить первоначально, я думаю, возьму просто текстолиту такой, для монтажного использования, поверхностный монтаж. По размеру. Чтобы можно было потом все элементы установить, допустим, на такую плату. Либо можно будет просто сделать на простом, сплошном текстолите. И там будет довольно-таки лучше оно будет зафиксировано. Здесь он просто немножко негковатый. Но я собирал на таких. Они достаточно хорошо себя показывают. Просто берем, прикладываем. Вырезаем нужный нам габарит, чтобы он усаживался вот сюда вот. То есть уголки нам надо будет здесь вырезать через отверстие. Они достаточно хорошо просматриваются. Можно всё увидеть. И вырезать или пропилить. А затем, после того, как это будет вырезано, мы устанавливаем сюда наши модули. Вот так вот они должны располагаться. Мы их должны зафиксировать. Хотя фиксировать будем с помощью вот этих вот отверстий на модулях. То есть на блоке питания у нас крепления нет. Мы здесь припаяем штекера. И, соответственно, здесь припаяем на плате разъёмчики. Ответные части для штекера. Ну, гнезда, получается. Здесь также самое, на этом модуле есть крепление. То есть мы можем просверлить в нашей плате отверстие. Ставить сюда болтик. Болтик продеть. Сейчас посмотрю болтики. Тут, скорее всего, М3. Да, М3 вот такие небольшие. Они достаточно хорошо попадают в отверстие. И под эти болтики надо такое же самое просверлить отверстие. Мы просто приложим к плате. Наметим карандашом необходимое нам место. И потом с помощью сверла, либо шила, можно будет просто сделать отверстие. Так как здесь у нас уже отверстие есть, оно может немножко хуже сделаться отверстие, чем необходимо. Потому что, соответственно, отверстие 3 мм. И уже может попасть на соседнее. То есть, тут будет неудобство. После чего, мы вкручиваем болтики. И у нас мы можем свободно уже крепить наши модули на эту саму плату. Я уже покажу готовый результат. Вот такая получилась платка. Уже прикручены все болтики, которые необходимо. Так же самое я брал и размечал. По вот этим вот отверстиям на платах. На этих модулях. И просверливал просто. Потом брал и вкручивал болтики. Затягивал гаечками. Чтобы было просто расстояние от самой поверхности этой макетки. И затем просто мы берем наши модули. Надеваем. Ну, изначально можно будет сделать отверстие просверленное под эти крепления 3,5 мм. Чтобы оно немножко было свободнее. Потому что идеально просверлить 3 мм от 4 точки будет сложновато. Некоторые места у меня не сильно были идеально просверлены. Ну, оно даже видно немножко, что плата немножко чуть-чуть, буквально чуть-чуть ушла. Вот здесь вот вверх. Если посмотреть по краю, то оно немножко пошло вверх. Ну, вот так вот мы одеваем один за другим наши модули. Так. Немножко. Просто местами они немножко отключаются. Вот здесь края, они немножко выступали. И вот как раз на плате, когда я первый раз устанавливал и подгонял вот эти края, и с внутренней стороны, я их просто сточил. Вот здесь вот. Чтобы они, модули, плотно прилегали друг к другу. Вот. И мы видим... Мы видим, как они плотно встали друг к другу, достаточно ровно. Ну, для экономии места и просто, чтобы оно хорошо все стояло, вот так вот устанавливается. Дальше мы берем аналогично модуль Роли. Тоже его насаживаем на эти болтики. И он у нас тоже вот так вот все становится. Контакты мы видим вот между модулем и самой платой немножко подвешены. Вот я как раз с помощью вот этих гачек сделал вот этот промежуток, чтобы он был. Ну, мы видим, что он может немножко играть. Ну, потом, когда уже будет все уже финальная версия платы, уже можно будет сюда сделать жидкий клей. Просто немножко, чтобы вот этого не было. Видим, с этой стороны тоже у нас стало. Ну, здесь немножко. Вот. Все. Хорошо стало. Ну, и дальше. Сама вот эта терминальная плата. Тоже берем, надеваем. Ну, вот так вот. Мы видим, что у нас немножко вот это гуляние есть. Я предлагаю тоже здесь силикон, жидкий клей из термопистолета. Ну, термоклей, как и тогда его лучше назвать. Жидкий клей. И, по крайней м, просто его сюда залить. И вот этого гуляния не будет. Здесь еще сами разъемчики не припаяны. Так как модуль только-только-только пришел. Я его вот так вот собираюсь установить. Наоборот. Вход 220 будет с края с этой стороны. И вот это буду устанавливать. Становится вопрос, как же тогда зафиксировать вот эти все модули. Это стоит сюда накручивать гайки повторно. Потом их надо будет выкручивать. Если так будет удобно кому-то, в принципе, можно накрутить гайки. Ну, как бы я нашел простой способ. Это берется обычная термоусадка. Отрезается на длину выступающего болта. Затем просто берем, одеваем. И все, и усаживаем ее. Огонь можно сделать небольшой, для того, чтобы соседние разъемчики не повредились. Потому что поплавится только так. Просто берем. Так вот. Зажигалка уже пустая. Тренировался. Так. Надо что-то поддать. О! Все. И мы видим, что у нас термоусадка очень достаточно. Хорошо обжала. Когда она остынет, ее будет практически нереально снять. Но, для того, чтобы вам ее снять, в дальнейшем, допустим, для замены, можно использовать просто нож. Канцелярский. Вот. Она еще теплая. И резинка мягкая. И поэтому она немножко еще снимается. Может, можно потянуть, и она снимется. Ну, в принципе, да. Даже это может быть хорошо. Пока она еще нагрета, ее можно снять. Но она уже остывает. Уже почти остыла. Достаточно нормально смотрится. Уже как бы облагорожено. Но если использовать просто сплошной текстолит, без фольги. Либо можно даже сделать фольгированный. Только уже развести какие-то элементы дорожек, дорожек, которые вам необходимы для подключения. Для подключения блока питания тут дорожки. Действительно, они нужны будут. Поэтому можно сфольдереванно текстолитом, можно вытравить. Это будет очень классно. Я думаю, уже термоусадка остыла. И... О! Немножко снимается, но... Она еще тепленькая. Полностью не застыла. Ну, снимается очень, довольно-таки сложно. С натягом. Поэтому... Можете не переживать, что у вас что-то может слететь. Даже, может быть, из-за того, что... Как бы слабо снимается. Как бы это была причина, которой я уже с этим столкнулся. Это плохо прогрелось. То есть, можно использовать горелочки, чтобы... А! Даже нет, не горелочки, а зажигалки турбо. Они будут более направленно подавать огонь. Так как здесь простая зажигалка. Огонь идет свободно. И... Я боялся, чтобы не поплавить просто терминал. Клемму подключения. Потому что для разогрева надо будет больше времени. Термоусадки для того, чтобы она прогрелась. Вот видим. И все. В принципе, вот так вот. Внешний вид имеет блок. Сам блок устанавливается потом на один рейк. С помощью таких вот застежек. Вот так вот. Так. Вот все. Она у нас села. Единственное, что у нас из-за нижних креплений... Здесь есть... Она не плотно садится. То есть... Я хочу сделать, чтобы она плотно прилегала к низу. Поэтому я возьму просто... Прорежу здесь небольшие пазики для головок болтиков. Чтобы она села. И также... Вот здесь блок наш находится питание. 12-ти вольтовые. Вот так вот все компактно у нас расположилось. Входные каналы 8 штук. И релейные 4 штуки. Также у нас блоки... Как бы по высоте она достаточно нормальная. И здесь можно вверху расположить... Какие-либо другие элементы. Другие модули можно прикрепить. Там... Модуль 485-й. Датчики температуры. Ну, все, что угодно, в принципе, можно. После того, как мы уже... Более-менее по прикидали. Что у нас может выглядеть нормально. У нас мы должны закрыть крышку. Но она у нас не закрывается. Потому что... Вот эти вот разъемы... За счет того, что они приподнятые. Ну и даже сами вот эти болтики. Они мешают... Закрыванию самой крышки. Поэтому выход здесь один. Вот эту вот переднюю часть... Крышки. Мы просто вырежем и все. И у нас будет наружу смотреться достаточно хорошо. Все наши элементы подключать. А так мы из... Из такой вот передней крышки будем просто... Ловить, смотреть, что же у нас там находится под ней. Какие клеммы. А так мы ее срежем аккуратненько. По краю. Здесь, здесь и сзади. И у нас будет все нормально... Смотреться. Поэтому смотрим, что у нас получится. Да. У нас само закрывание коробочки. Так. Элемент. Происходит с задней стороны. То есть... Не очень удобно. Если нам надо разобрать сам блок. Убезья нашу внутри. А у нас будет элементы зафиксировано на генрейке. Нам надо блок этот весь снять. А предварительно нам надо... Отключить все контакты. Если все это введет в сборки. Там большая сборка. Не очень удобно. То есть надо... Представьте. Разворачивать его. И... Все. Это будет куча проводов, которые будут подвержены. Поэтому этот блок очень просто дорабатывается. Здесь... Отсюда сверлится отверстие. Сквозное вот сюда вот. И с этой стороны мы можем потайными... Ну... Болтики с потайными оголоками. Они, в принципе, подойдут хорошо. А с другой стороны... Модуль не зафиксировал. Вот так вот стал этот паз. А с другой стороны мы просто вкладываем сюда гаечку. Можем ее засиликонить. Потом... Потому что... Когда мы будем вдруг открывать... У нас гаечка снизу отпадет. И поэтому... Снова придется ее искать. Поэтому... Термоклеем зальем. Гаечку вставим сюда. И зальем термоклеем. И так повторим со всеми... Отверстиями. Здесь идут специальные зажимчики. На один рейку. Ну, как бы, есть конечные минусы по доработке. В этом корпусе. То есть... Не всегда можно нормально вставать на один рейку. Ну, что вы хотите. Простой вариант. Он здесь самый простой и дешевый вариант. Дорабатывается все руками. Но зато потом выглядит достаточно цивильно. Да, индикация. На промышленном контроллере есть индикация входов. Вот здесь идут цифры. Они светятся, когда подается сигнал на вход. То же самое, когда подается сигнал на выход. Они тоже светятся. То есть, визуально индикация есть. То есть, можно определить, как оно работает. Что подошел, посмотрел, есть ли сигнал от какого-то датчика. Датчик-то может гореть, а может сигнал просто не проходит. И он ее не ориентирует. Нам надо видеть все сигналы. На модулях есть световая индикация. Вот здесь на модуле входов, вот это развязки. У нас есть индикатор, светодиод. СМДшный. Так же само у нас есть релейный модуль. У него тоже есть свои СМД индикаторы. Светодиоды. У них 4 штуки. И, в принципе, на контроллеры тоже есть индикация своя. То есть, все есть, но только нужно нам ее видеть. Она находится внизу, и мы никак ее не видим. Нам надо для этого также вырезать, скорее всего, ну, я не знаю, я под этот проект, скорее всего, не буду врезать. Ну, просто говорю, что это реализуемо. Вырезается вот это вот окошечко. И сверху просто берется прозрачный пластик. Ну, приблизительно, вот это пластик. С коробочки, вот видим, он прозрачный. Его можно, в принципе, на рынке найти. И здесь его разместить. То есть, через вот эту панель.